Я бы хотел два фильма снять. Один документальный про деревню Поросино, а другой про зверей России. Я хочу снять фильм. В городе есть школа-студия народного танца. Я хочу снять фильм танцами. Привет! Я Алеша Ивановна. А я Вика Никулина. Мы учимся в третьем классе Поросинской школы. Ребята, сегодня мы на уроке чтения познакомимся с произведением великого русского писателя Александра Куприна «Слон». Равнодушие к жизни – это очень страшная болезнь. Может быть, даже смертельная. Потому что, когда болеешь, тебе ничего не хочется. Не есть, не играть, не читать. Одним словом, не хочется жить. Я думаю, что это не совсем уж выдуманная болезнь. Даже у меня бывают ее первые симптомы. Когда меня наказывают, мне становится очень грустно и тоже ничего не хочется. Еще я слышал, что некоторые дети слишком много играют в компьютер и им кроме него ничего не хочется. Мне кажется, эти дети уже болеют равнодушием к жизни. Надин и родители были готовы на все, чтобы их дочь выздоровел. Когда Надя попросила у родителей слона, ее папа сделал невозможное. Совершил чудо. Он привел живого слона домой. Так же, как и Надин папа, наши близкие всегда готовы нам помочь в трудную минуту. Когда мне грустно, мой брат предлагает поиграть. И тогда мне становится веселей. Чтобы никогда не заболеть равнодушием к жизни, нужно больше заниматься любимыми делами. Я больше всего люблю рисовать. Играть на улице с друзьями. Собирать из разного конструктора интересные вещи. Ездить с семьей в развлекательные поездки. И многое другое. Еще я люблю играть в компьютерные игры. Но здесь, как и во всем, нужна золотая середина. Чтобы интерес к жизни никогда не исчез. Нужно больше радоваться и заниматься любимыми делами. Примодите свой народ. Посмотреть наш город. Чудо река, поделиться. С нами петь и веселиться. Я люблю наш кукольный театр. Мы показываем наши спектакли зрителям. Например, малышам в детском саду. И у них поднимается настроение. А еще наши спектакли учат их быть добрее. Заботиться о ближнем. Ведь от каждого из нас многое зависит. На какой планете нам предстоит жить в дальнейшем. Ведь не зря сказано. Служите каждый тем даром, который получили. Есть такое твердое правило. Сказал маленький принц. Встал поутру, умылся. Привел в порядок себя. И сразу же привел в порядок свою планету. Эти слова из сказки Антуана де Сенте Экзюпери. Маленький принц. Адресованные нам, детям. И взрослым. Для чего и во имя чего живет человек. Ведь каждый человек в своей жизни может принести пользу. Мы не можем изменить весь мир. Но мы можем изменить лучшую сторону себя. И тогда вокруг нас станет светлее и добрее. И чем больше будет таких людей, тем лучше и радостней будет. Моей жизни, моей семье, моей страны и жизнь нашей планеты. Ах, как мне хочется летать вокруг земли округлой нашей. Чуть-чуть других людей узнать. И стать самим душою краше. Если ты не можешь быть сосной на вершине холма, Будь маленьким деревцем в долине, но только самым лучшим деревцем. Будь кустиком, если не можешь быть деревом. Будь травой у дороги и дай отдых усталому путнику, если не можешь быть кустиком. Если ты не можешь быть скитом, будь самым красивым окунем в озере. Все мы не можем быть капитанами. Кто-то должен быть и матросом. Для всех найдется работа на корабле жизни. Только найди свое дело. Работа может быть большой и малой. Мы должны делать то, что неотложно. Если ты не можешь быть широкой дорогой, будь узенькой тропинкой. Если ты не можешь быть солнцем, будь звездой на небе. Только найди свое дело и старайся стать самым лучшим. А если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему всегда, иди дорогой в добро. А сколько будет разных сомнений и соблазнов. Не забывай, что это в жизни детская игра. Ты прочь гони соблазны, у свой закон негласный. Иди мой друг всегда, иди дорогой в добро. Ты прочь гони соблазны, у свой закон негласный. Иди мой друг всегда, иди дорогой в добро. Спроси у жизни строгой, такой иди дорогой. Куда по свету белому отправиться с утра. Иди на солнце следом, хоть этот путь неведом. Иди мой друг всегда, иди дорогой в добро. Иди на солнце следом, хоть этот путь неведом. Иди мой друг всегда, иди дорогой в добро.